Адольф Гитлер глазами Евы Браун April 20, 2015-19-18 Оригинал взят у Тина Фото из личного архива Евы Браун Ева Браун очень любила фотографию, и многие снимки Гитлера, дошедшие до нас, были сделаны ею собственноручно. Предлагаем взглянуть на некоторые снимки из ее личного архива. Ева Браун была любовницей Адольфа Гитлера на протяжении 13 лет, и чуть более суток была его женой. Всего 30 фото. Ева Браун катается на лодке по озеру Уорсе. Ева Браун родилась 6 февраля 1912 года в семье мюнхенского школьного учителя Фридриха Брауна. Ева была средней из его троих дочерей. Семья придерживалась строгих католических традиций. По тем временам семья Браун считалась очень хорошо обеспеченной. Они могли позволить себе служанку, а также собственный автомобиль. Ева Браун закончила лицей, а потом еще год училась в школе при монастыре, где она считалась средней ученицей и талантливой спортсменкой. Занятиям легкой атлетикой Ева Браун посвятила не один год и даже была членом спортивного союза Шваби. В возрасте 17 лет Ева получила работу в фотоотелье, принадлежавшего фотографу Генри Хугофману, официальному фотографу нацистской партии Германии. Благодаря этой работе она и встретилась с Гитлером, который был старше ее на 1923 года. Эта встреча произошла в мюнхенской студии в октябре 1929 года. Гитлеры представили Еве как Гера Вольфа, эту кличку Гитлер использовал в 1920-х годах для конспирации. К 1931 году Еву Браун и Гитлера связывали уже прочные отношения, хотя семья Евы сильно возражала против этого. Этот снимок был сделан в 1942 году в Бергхофе, альпийской резиденции Гитлера. Ева Браун и Гитлер часто встречались в Бергхофе, и здесь ею было сделано много снимков. Резиденция охраняла команда СС, и в 1944 году в отряде охраны было почти 2000 человек. Эта великолепная резиденция была полностью разрушена во время бомбежки 25 апреля 1945 года, не задолго до самоубийства Гитлера и Евы Браун. Руины Бергхофа просуществовали до 1952 года. Баварское правительство распорядилось окончательно их снести 30 апреля 1952 года. Негус и Катушка – два шотландских терьера, принадлежавших Еве Браун и Гитлеру. Еще у Гитлера была пастущая собака Блонди. Эту собаку Ева Браун просто не могла выносить. Ева делает гимнастические упражнения на берегу озера Кенигзе, которое и сегодня считается самым чистым озером Германии. Ева Браун ведет съемку 16-миллиметровой камерой. Сегодня фотографии и кинохроника, снятые ею, представляют для историков большую ценность. Ева Браун позирует вместе с Альбертом Шпиером, архитектором и рейхсминистром вооружений и военной промышленности. Шпиер принадлежал к самому близкому кругу людей фюрера. Под его руководством осуществлялись перестройки объектов НСДАП, оформлялись праздничные демонстрации и торжественные шествия. Шпиер был автором генерального плана реконструкции Берлина, который, согласно замыслам Гитлера, должен был превратиться в столицу всего мира. Во время Нюрнбергского процесса Альберту Шпиеру были предъявлены обвинения в использовании рабского труда узников концлагерей. Шпиер признал вину и получил 20 лет тюремного заключения. Шпиеру пришлось отсидеть весь срок, и на свободу он вышел только 30 сентября 1966 года. В тюрьме он написал книгу «Воспоминания», которая имела огромный успех. Позднее он издал еще несколько книг. Умер Альберт Шпиер 1 сентября 1981 года, находясь в Лондоне. 1940 год. Озеро Кенигзе. У Гитлера очень раздражали многие привычки Ева Браун. Курение, интенсивное использование косметики и привычка загорать без купальника. В своем присутствии курить Гитлер запрещал. 1940 год. Ева Браун с зонтиком. Новогодний праздник в Бергхофе. Ева Браун была большой поклонницей американских фильмов. На этой фотографии, сделанной в 1937 году, она изображает Элла Джонсона. Снимок так и называется. Я, Элл Джонсон, исполняющего главную роль в первом звуковом фильме «Певет джаза», который превзошел своим успехом лучшие аниме-фильмы. Ева Браун вместе со своей младшей сестрой Маргарет. 1943 год. Ева Браун и одна из собак Гитлера. 1943 год. 1931 год. Гитлер с охранником в своей резиденции. На обороте этой фотографии сохранилась собственноручная надпись «Ева Браун». Это первый приезд в Бергхейсгаден. Апрель, 1943 год. Гитлер празднует 54-летие в своей альпийской резиденции. Рядом с Евой Браун, она на снимке крайняя слева, видна Грета Шнайдер, подруга Евы. Гитлер и дочь Греты Шнайдер-Урсула. Фотография сделана в резиденции Гитлера в Баварских Альпах в 1942 году. Ева Браун в резиденции Гитлера в Бергхофе. 1940 год. Фотомастерская Генриха Гофмана в Мюнхене, 1938 год. Именно в этой мастерской Ева Браун впервые познакомилась с Гитлером. В мастерской Генриха Гофмана, 1938 год. Баварские Альпы, 1935 год. Ева Браун позирует вместе с друзьями. Отдых с друзьями в Годисберге, на фото Ева Браун слева, 1937 год. Карнавал в кругу семьи, на фото Ева Браун в глубине справа, в центре, ее мать Франциска Катарина Браун, Мюнхен, 1938 год. Семья Евы Браун, отец Фридрих Браун, мать Франциска Браун, Ева Браун, слева, сестры Ильза и Маргарет. 1940 год. Мюнхен, 1929 год. Именно в этом году, когда ей было всего 17 лет, Ева Браун познакомилась с Гитлером. Снимок сделан в гостиной мюнхенской квартиры семьи Браун. Ева Браун с одним из своих друзей во время вечеринки. Ева очень любила весело проводить время. Еще она любила курить, но позволять себе это можно было только в отсутствии Гитлера. Ученица монастырской школы Бейлинг-Рис, 1922 год. Ева Браун на снимке вторая справа. Девятилетняя Ева Браун, ученица монастырской школы Бейлинг-Рис, 1922 год. Ева Браун со своей старшей сестрой Ильзой. Ильза была старше Евы на 4 года. В 1935 году Ильза спасла Еву, когда та пыталась покончить с собой, приняв смертельную дозу снотворного. Найдя сестру без сознания, Ильза вызвала врача. Мой первый маскарадный костюм, так назвала эту фотографию, сделанную в 1928 году, Ева Браун. Угол гостиной Евы Браун в резиденции Гитлера в Бергхофе, 1937 год. Фото из личного архива Евы Браун. Вае. История Германии, личности. Leave a comment, read comments. 11.